Здравствуйте! В этом мастер-классе я расскажу о том, как сделать миниатюрное кресло из картона. Готовое кресло будет иметь размеры 6,5х7х7 см. Если вы решите сделать кресло для Барби, то необходимо увеличить размеры в 2-2,5 раза. Приступаем к изготовлению каркаса кресла. Из тонкого канцелярского картона вырезаем 3 прямоугольника размером 11х5 см. У двух прямоугольников вырезаем в нижней части отверстие размером 0,8х0,6 см. Из того же картона вырезаем 2 полоски размером 10,7х0,8 см. А затем склеиваем 3 прямоугольника между собой при помощи клея ПВА. При склеивании целый прямоугольник должен оказаться снизу, а два с обрезанными углами сверху. После этого склеиваем 2 картонные полоски между собой. Берем большую банку от витаминов Комплевит, ее диаметр 6,4 см. И пока клей не высох и картон еще влажный, податливый, оборачиваем большой прямоугольник вокруг банки. Фиксируем картон при помощи резинок. Я использовала резинки для волос. Теперь оборачиваем вокруг банки склеенную тонкую полоску и вклеиваем ее края в прорези на широком прямоугольнике. Фиксируем полоску резинкой и оставляем примерно на сутки до полного высыхания. Пока каркас сохнет, можно заняться изготовлением мягкого сидения. Для этого из тонкого канцелярского картона вырезаем круг диаметром 5,8 см. Из поролона или упаковочного вспененного полиэтилена вырезаем подушку для сидения диаметром 5,8 см. И приклеиваем ее к картонному кругляшку. Высота сидения у меня 1 см. В моем случае цвет подушки слишком яркий и ткань для обивки просвечивает. Поэтому оборачиваем подушку двумя слоями белого капрона от колготок. Выбираем ткань для обивки, в моем случае это полосатая бязь. И вырезаем из нее кругляшок чуть большего размера, чем диаметр подушки. Делаем 5 утяжек при помощи швейной иглы и нити в тон. На краях ткани делаем прорези и приклеиваем к боковинкам подушки. Далее изготовим декоративный канц для подушки. Для этого берем толстую нить и срезаем ткань по диагонали. Отступаем от края 1 см. Затем промазываем клеем момент кристалл полоску шириной 1 см. И укладываем нить. Заворачиваем ткань и плотно прижимаем, выделяя нить. Отрезаем кант от ткани, оставив его в ширину 1 см. Изготовим отделочную полосу. Для этого складываем ткань вдвое и проклеиваем клеем момент кристалл. Отрезаем полоску шириной 1 см и длиной около 20 см. Склеиваем кант и отделочную полосу между собой. Приклеиваем к подушке. Перейдем к изготовлению фигурных ножек. Из трубочки от ватных палочек делаем 4 заготовки для ножек размером 1,5 см. Из тонкой газетной бумаги вырезаем треугольники по схеме. Полученные треугольники промазываем клеем ПВА. Приклеиваем к концу трубочки и закручиваем. На кончиках ножек получаются вот такие шарики. От газетной бумаги отрезаем полоску шириной 0,2 см. И накручиваем из нее ободки на ножки. Изготовим подставочки для ножек. Для этого вырезаем из толстого картона. Я использую картон толщиной 1,5 мм. 4 квадрата размером 1 на 1 см. Прокалываем их по центру шилом. Канцелярским ножом срезаем получившуюся выпуклость. Из того же картона вырезаем еще 4 квадрата размером 0,7 на 0,7 см. И прокалываем их шилом. Склеиваем квадраты между собой. И вклеиваем в них ножки. Возвращаемся к каркасу. После того, как картон полностью высохнет, снимаем его с банки. Подрезаем края. Склеиваем между собой два кусочка толстого картона толщиной 1 мм. Получаем кусочек картона толщиной 2 мм. От которого отрезаем 3 прямоугольника размером 5 на 0,6 см. Приклеиваем прямоугольники к каркасу по краям и в центре. Склеиваем двойной тонкий канцелярский картон. Пока клей не высох, вырезаем из него полоску 0,6 см. Делаем из нее 4 горизонтальные полосы. Затем из того же двойного картона делаем 4 тонкие полоски шириной 0,2 см. А в передней части приклеиваем полоску из двойного канцелярского картона толщиной 0,3 см. Из толстого картона толщиной 1 мм вырезаем круг равный диаметру банки. У меня это 6,4 см. Этот круг станет дном кресла. Для фиксации дна приклеиваем к внутренней части каркаса 3 небольшие полоски шириной 2 мм. Эти полоски также вырезаем из двуслойного канцелярского картона. Вклеиваем дно. Из канцелярского картона вырезаем полоску шириной 0,2 см. И приклеиваем ее с внутренней части спинки кресла. Приклеиваем ножки. Аналогично изготовлению ножек делаем декоративные шарики. Только сейчас используем зубочистки. Бумагу накручиваем, отступив от края примерно 0,5 см. Лишнее отрезаем при помощи ножа. Прокалываем спинку шилом и вклеиваем шарики. Дополняем декор задней части спинки небольшим ромбиком из толстого картона и двумя прямоугольниками размером 3,5 на 2,5 см из тонкого картона. Приступаем к окрашиванию. Покрываем готовое кресло белой акриловой краской в два слоя. Затем берем коричневую и желтую краски. Смешиваем с белой, получая бледно-бежевые цвета. И немного подкрашиваем ими кресло, придавая состаренный вид. Делаем подушку на спинку кресла. Для этого из тонкого картона вырезаем прямоугольник размером 9,5 на 2 см. И обклеиваем его тканью. Приклеиваем сиденье и верхнюю подушку к креслу. И вот работа окончена. Кресло готово. Желаю творческих успехов. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok